В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Клинический случай. О коммунальной болезни двух самарских домов, что на больничной, я не раз уже рассказывала в 2013-м. И порой скорая телевизионная помощь оказывала воздействие местами, удавалось ликвидировать нарывы. Но до полного выздоровления этим панельным многоэтажкам, объединенным в одно ТСЖ, ой, как далеко. Похоже, это как раз хрестоматильный случай, метко подмеченной поговоркой о том, что рыба гниет с головы. Понятно, знаешь же, кто не водит, то ура. Камьи. Где же у нас шла? Мало того, кто гадит из-под тяжка, тот умный как раз. Гадит из-под тяжка. И в открытую гадит тоже умный. Снимай, снимай. Ну что ж, циничное признание. Такие доверительные беседы члены ТСЖ «Мой дом» ведут со своим председателем Александром Филоненко. Учитывая, что именно этот человек отвечал за проведение и качество капитального ремонта на больничной 20 и 20А, неудивительно, что и к тому, и к другому у жителей масса претензий. Капитальный ремонт в 2013 году по федеральной программе сделали в 14 самарских домах. Но если в 12 из них последний гвоздь был забит и последняя труба заварена еще минувшей осенью, то на больничной удовольствие растянулось. Полтора месяца здесь сидели без тепла. Это руководство ТСЖ не могло договориться о доступе к коммуникациям с арендаторами первого этажа. И неделю обходились без последнего оплота цивилизации. Кому-то повезло, без туалета жили три дня, а кому-то пришлось терпеть неделю. Вот они полный стояк сделали за семь часов. Семь часов, а меня продержали семь суток. Маленькая разница. Вот и считать, если так вот по семь суток каждый подъезд, да, мы к июню, как говорится, будем культурно жить. Шутка оказалась зловещепророческой. До июля ремонт, конечно, закончен. Акты приемки работ подписали больше половины жильцов. Но вот некоторые из тех, что опрометчиво поставили автографы, теперь жалуются мне. Они не ведали, что творят. Растешитесь, чтобы у вас запенили. Нам и люди, люди, таким, умеем и не умеем брать. Ну да, запенили. А оказалось, после чего это закончился ремонт в доме. Вот чего. Читать надо, что подписываете. Так вы себе смертный приговор можете подписать. Да я что. Или квартиру подарить кому-нибудь. Да, я сам бы как. Вот так вот. Ну я поверю, что они... Читать надо. К анализации нам запенили, да? У нас ничего не работало. Ни лифты, ни света, ни воды. Ничего. Они 1 декабря отвечали, отчитались, что 100% проведены работы по капитальному ремонту. Все. Все. Вы понимаете, какое очковтирательство, какой беспредел. Если у нас были самые теплые дома, то сейчас у нас замерзают все. Света нет почти через сутки. Выключается постоянно. У вас очень большая нагрузка. Отчего она большая нагрузка? Я говорю, ну распределите, делайте так, чтобы нагрузка была одинаковая. Ну мы же не можем так мучиться. Смеется. Я говорю, и что дальше будет? Мы что, потом вы уйдете, а мы будем куковать? Смеется. Говорит, может быть. Вот и все. Список того, что не доделали, возмущаются люди, вполне сопоставим с тем, что отремонтировали. В подъездах во время очередного визита нашей съемочной группы царил мрак. Старая проводка демонтирована. Демонтирована, выключатели не работают. А новую прошрабили, а теперь, говорят, нет денег, и закрыли ее. То есть света в подъезде нет вообще. В подвалах, уже несколько лет затопленных, все еще слышалась капель. Огромное озеро воды. Это вода, которая не ушла, и кабель прямо вот на поверхности лежит. Плюс там уже просто строительный мусор. В довершении ко всему дыры в стенах, где меняли коммуникации, горы строительного мусора и настишь открытая щитовая, электрическое сердце дома. Это пожар, либо это смерть. Если человек туда вот сунет руку, он сгорит в одну секунду. Как заступил Филоненко, так вот это в таком состоянии все находится. Не Филоненко оштрафует, а оштрафует всех нас. Это будет из нашего фонда. Все-таки я думаю, что 39 миллионов должно как-то по-другому выглядеть. Пожар может вспыхнуть в любую минуту. Можно, как уже показывали в подвальных помещениях, устроить полный развал дома окончательный уже. А вам говорят, когда все это заделываются, эти дуры? А нам сказали, что у нас ремонт закончен 30 декабря. Все люди привыкли к тому, что мы каждый день приходим домой, и у нас чего-то нет. То есть вот когда все есть, это как-то уже необычно для нас стало. И мы уже даже побаиваемся, а надолго ли у нас есть вода, свет и газ. Все живут сегодня с запасами воды и с запасами тех нервных своих ресурсов, чтобы, в общем-то, до весны-то дожить. Телеканал ГЕС в самом начале хоть какое-то воздействие общественное сумел произвести, потому что плохо или хорошо, но отопление нам дали и воду нам дали. Очередной наш визит, о котором заботливо предупреждали и жители, и руководство ТСЖ объявления, даром тоже не прошел. В подъездах более или менее навели чистоту. Златали дыры в стенах, медленно, но ремонт все-таки подходит к концу. Но вот вопросы к руководству ТСЖ у жителей остаются. Потому как председатель товарищества Александр Филоненко, которого здесь поминают недобрым словом, так и не удосужился на них ответить. Мало того, что он не подготовил объект к ремонту, как председатель он настолько ноли оказался. А ты-то кто? Председатель? Да иди-ка ты не председатель. Ты просто пришел денег себе заработать. И вот я не знаю, я не видел, конечно, а люди говорят, он уже хорошую большую машину себе купил. Куда деньги дели, неизвестно. Вы задавали этот вопрос председателю ТСЖ? Ну, председатель ТСЖ ни с кем не общается. Он нас вот на последнем собрании, мы собрались, он нам сделал знак. Кулак кверху и ладонью за локоть. Вот так вот нам показал всем. То, что господин Филоненко и впрямь не церемонится в выражениях, я лично тоже убедилась. В разгар коммунального хаоса на больничной искренне пыталась выстроить с председателем ТСЖ диалог. Не вышло. Девушка, вот вы поймите, что вы не тем занимаетесь. Вы не тем занимаетесь. Вас вызвали, вылез говно на меня, понимаете? Вот. Ну, вылезе, так вылезе. Мне, честно говоря, на это наплевать. Вы только поймите такую простую вещь. Сейчас вот это вот самое говно на меня хотят излить. Это мои недоброжелатели, назовем их так условно. Полные придурки. Обзывает дураками, и все такое, и дураки, и идиоты, и придурки полные. Ничего нельзя у него выяснить, чего бы ни спросил, он несет всякую чушь, ерунду какую-то, заговаривает и все. Либо врет, либо оскорбляет и хамит. Такого председателя, такого безобразия нам не надо. Собрание провести, нет кворума. Хорошо, нет кворума. Давайте, говорю, пусть каждый человек там даст свою доверенность, чтобы составить кворум. Нужно, чтобы Филоненко поставил печать. А вот показывать нам фиги. И поэтому, ну, просто тупик. Выход из этого тупика пытаются найти наиболее активные жители двух домов на больничной. Для начала ревизионной комиссии нужно хотя бы на полный комплект документов взглянуть. И однажды решительно настроенным людям удалось таки поймать неуловимого председателя. Но не припереть к стенке. Нет, этого эффективного во всех отношениях управленца так-то просто голыми руками не возьмешь. Вы нам обещаете уже 23 месяца. Значит, я обещаю. Вы, я принес. А, уже ничего, да? Направление с вас... Журнал заявок был. Направление с вас требовали документы принести. Вы ни на одно правление, ни одного документа не принесли. Ну, у вас же документы вчера. Давайте не будем перепираться. Вы это на камеру, что ли, пишете? Естественно, на камеру. На камеру. На камеру. У меня много чего есть. Вот что просили предоставить, я вам сейчас принес. Читайте внимательно наше заявление, которому написано «Предоставить все без исключения документы. Журнал шрифтом выделено». Или для вас это... Значит, так слов без исключения нету. Вы морочите нам голову. Вы пришли сюда гадить, что ли? Вот почему вы пришли сюда? Это вы гадите пока нам. Вот вы просто задумайтесь в глубине этой души, чтобы обед движет вообще. Вот такой вот милый разговор по душам. Председатель ревизионной комиссии Борис Дымов признается, и он сам, и другие жители устали от этой игры в догонялки. Настало время решительных действий. Мы планируем с ним бороться, и, как говорится, чтобы он освободил этот должность. Он сел не в свои сани. Он работает только на свой карман. И он не разговаривает ни с кем. Он единолично решает все вопросы. Вот вы видели, разве можно подписывать такт выполненных работ, окончание капремонта, вот сейчас пойдем еще в наш дом, вот когда вот такое вот дело. Что он вообще ничего не предоставляет. Он не предоставляет документы, по которым мы его выбрали. Вот здесь сколько народу спросите? Девять человек из десяти, скажет, никто за него не голосовал. Реальный выход один. Заставить, заставить административно или какими-то путями предъявить документацию, финансовую документацию нашего ТСЖ. Сделать независимую финансовую проверку ТСЖ. И там спокойно наберется материала для подсудного дела. Может в этих отчетах компетентные органы и не найдут ничего криминального, но люди имеют право спрашивать. И лично мне непонятно, почему почти за полгода, что тянется этот скандал, нельзя было однажды выйти к жителям и откровенно с ними поговорить. Вообще зачем людей доводить до такого предела? Что это, глупость или равнодушие? Если жители от слов и впрямь перейдут к делу, за это все же придется ответить. Хотя бы своим креслом. Сегодня, я думаю, это реально сделать. Но просто пока ремонт реально не закончен окончательно, переизбирать нельзя, потому что человек должен отвечать за то, что он сделал. И никто не захочет вставать на место, принимая вот такие недоделки. Это тоже понятно. Поэтому мы в такой вот сегодня в ловушке. Сегодня все боятся и человека нового, и очередь, конечно, не выстраивается на это место из людей порядочных. Товарищество собственников жилья, если нормальная организация, нормальный председатель, это одна из самых лучших форм. Потому что каждая копейка на счету, я вам совершенно ответственно говорю, совершенно ответственно говорю, что на маленькие деньги, даже не при 100% ежемесячных сборах за жилье, можно проделать огромные работы. Если не воровать. Если не воровать, да. Галина Федорова сама когда-то здесь была председателем ТСЖ, но со скандалом ушла со своей должности. Многие жильцы до сих пор высказывают ей претензии, хотя женщина уверяет, что работала честно и просто стала жертвой интриг, в результате которых ей и на смену и пришел пресс на памятный Филоненко. Эксперт в сфере ЖКХ Виктор Часовских рассказал мне, что не первый год наблюдает за судьбой этих двух многострадальных домов и считает, что жителям сейчас не время опускать руки. Внешний конфликт, да, связан еще с первым председателем ТСЖ, которого они отвергли, который в принципе организовал эту работу и неплохо делал ее. Но выбрали вот такого, который еще хуже стал. Если уже дошла ситуация, что председатель ТСЖ не дает ту информацию, которую они запрашивают, о тех деньгах, которые они платят, как расходуются эти деньги, то мне кажется, здесь необходимо принимать кардинальные меры. Надо переизбирать правление и переизбирать председателя ТСЖ. Потому что, как бы мы ни говорили, все зависит от того, каков председатель ТСЖ, какие цели он перед собой ставит. Либо он идет на этот дом для того, чтобы зарабатывать, либо у него цель привести в порядок этот дом. Если какие-то вопросы будут, методическая помощь, организационная помощь со стороны, допустим, того же МБУ-ресурсного центра гарантированного. Консультативную помощь людям готовы оказать и в районной администрации. Ее глава Алла Волчкова признается, в Октябрьском районе 129 ТСЖ. И только в трех из них идут бесконечные разборки. Одному такому ТСЖ Челюскинцев я посвятила прошлую передачу, чего только не было в этом конфликте. И перманентные прокурорские проверки, взаимные упреки, и сгоревший автомобиль пенсионерки, который пытается найти правду. ТСЖ «Мой дом» на больничной до таких страстей, слава богу, дело еще не дошло. Поэтому хотелось бы жителям пожелать очень внимательно все-таки относиться к тому, кого они выбирают председателем ТСЖ. И второй момент. Рядом с председателем должно быть очень грамотное правление ТСЖ. И все решения должны приниматься, конечно, коллегиально. Вот тогда и будет, наверное, понимание этого вопроса. У меня есть вот такая практика в районе, которая позволила контролировать строительные компании во время проведения таких работ. Жители по улице Масленникова, 23, практически год не давали покоя строительной компании. Они контролировали каждый привезенный материал, каждый привезенный лист для покрытия крыши. Они добивались того, что они им по гарантийному сроку только два или три раза фасад здания переделывали. Беда, наверное, больничной 20, что в свое время они не создали инициативную группу и членов ли правления, и, так сказать, мудрых, знающих, профессиональных людей, живущих в этом доме. И не отслеживали, и не согласовывали со строителем каждый шаг. Давайте пожелаем больничной 20, во-первых, все-таки сейчас в рамках гарантийных обязательств довести это дело до конца. А мы готовы также им помочь и консультацией, и советам. Сейчас жители двух домов на больничной не только готовятся к смене председателя ТСЖ, но и собираются по полной спросить с нынешнего руководства товарищества. И, в числе прочего, намерены требовать перерасчет. Ведь все то время, что они сидели без тепла, воды и канализации, господин Филоненко ослал им квитанцию, что называется, по программе «Максимум». Теперь, правда, в письме в департамент ЖКХ пообещал, что все-таки сделает перерасчет. Надеюсь, что хотя бы в этом Александр Валентинович слово сдержит. Ну а жителям двух домов на больничной надо, мне кажется, набраться терпения и осмотрительности, чтобы опять не поменять шило на мыло. На сегодня это все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова